Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании «Чуваши» и я, Ольга Алексеева, расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14% жителей Чувашии завершили вакцинацию, то есть поставили два компонента выбранного препарата. О том, что прививка может создать коллективный иммунитет, говорят врачи. И все же темпы невысоки. Сколько человек проходит вакцинацию ежедневно и как планируют увеличить ее темпы, обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно в Чувашии заболевают коронавирусом порядка шести десятков человек. Темпы роста удается сдерживать, но ситуация все равно вызывает опасения. Общероссийские цифры, как сводки с фронта. Красные зоны экстренно появились еще в двух больницах – в Когесях и в Урнарах. На сегодня в режиме ковид-госпиталей 16 медучреждений. В них более двух тысяч коек. Медики бьют тревогу. Молодые люди пренебрегают антиковидными мерами, отказываются от вакцинации. Хотелось еще раз обратить особое внимание на вакцинации граждан возраста 60 лет. Необходимо вакцинировать не менее 90% данной категории лиц, а это в абсолюте если 1047 тысяч, 943 человека. У переболевших уже начинается снижение иммунитета, потому что не как после вакцинации, после заболевания иммунитет не такой стойкий. А после вакцинации он более напряженный и более стойкий. Поэтому рекомендуется охват вакцинации до 60% взрослого населения. Цифры по вакцинации все же медленно, но растут. За последние две недели стало больше тех, кто записывается на процедуру через портал Госуслуг. Обычно у нас порядка 500 человек, а сейчас прямо в пять раз больше. Пока в Чувашию серьезные ограничительные меры не ввели и вводить не будут, если темпы вакцинации будут расти, а заболеваемость снижаться. Для этого станет больше прививочных пунктов, особенно мобильных, привлекут и волонтеров. Гражданам 60 лет также будем более активно, то есть и в основной своей массе применять все-таки выездную форму вакцинации, то есть мобильную вакцинацию именно дому. Сейчас активизировались мошенники, продают сертификаты о вакцинации и QR-коды. Их требуют при выезде за границу, например. Оперативники уже выявили не одну интернет-страницу в популярной социальной сети, которая предлагала подделки. Есть много факторов. Первое, просто люди в пустые деньги могут потратить, но самое главное, это, конечно же, угроза безопасности. А совсем самое главное, это незаконная деятельность, в принципе, продажа, скажем, поддельных QR-кодов, тем более с использованием современных технологий. Глава Чуваши также поручил увеличить тестирование среди приезжающих в регион. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В связи с увеличением темпов заболеваемости коронавирусом в регионе, глава Чуваши Олег Николаев внес изменения в работу заведений общественного питания. С июля там начнут действовать официальные зоны, свободные от COVID-19. Для получения статуса необходимо оформить заявление на сайте Министерства экономического развития Республики. Специально для этих целей создана платформа, где размещены обязательные для заполнения формы. Процедура простая и понятная, и не займет много времени. Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, прошедшие проверку Минэкономразвития Чуваши, получат статус свободной от COVID-19 зоны. Вакцинацию сотрудников предприятий общепита должны завершить не позднее 20 июля. Допуск в кафе, в рестораны будет возможен в COVID-19 зоны только по QR-кодам. QR-код поступает на портал госуслуг. У каждого человека, если он прошел два этапа вакцинации в любом мобильном устройстве с доступом в ИПГУ, в госуслуге, будет QR-код. Соответственно, кафе и рестораны должны будут проверять, обеспечить проверку наличия QR-кода по посетителям. В случае отсутствия, не допускать этих людей до возможности посетить этот кафе и ресторан. Третий внеочередной съезд партии «Новые люди» прошел в Москве, как того требует закон о выборах. Был определен федеральный список лидеров политического движения на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые, напомню, пройдут единый день голосования 19 сентября. В общефедеральной части списка лидер партии Алексей Нечаев. Мы открыли 72 региональных отделения. Сегодня у нас работает больше 600 штабов избирательных. Мы создали то, что в России не было до нас, около 2000 политических отрядов. Еще один кандидат, который примет участие в выборах депутатов Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Афксентьева. Я совершенно уверена в том, что люди ждут перемен. Что для этого нужно сделать? Это больше денег должно оставаться в регионах. Новые люди будут также участвовать в региональных избирательных кампаниях. Кандидаты, выдвинутые по 37 территориальным группам, всего 239 претендентов. 215 кандидатов по одномандатным округам. От Чувашии партия «Новые люди» представила две кандидатуры – Эльзу Кузьмину и Олега Баранова. В час по чайной ложке. В селе Новые Теуши Цивильского района уже 15 лет мучаются без собственной воды. Именно собственной. Вода в уличных колонках из соседней деревни. И ее на всех не хватает. Как делили воду и кто регулирует потоки? Прежде всего, финансовые. Водонапорная башня в Новых Теушах давно не новая. Вознеслась над деревней в 1967 году. В 90-х дала течь. Так и стоит, без дела. А вода надо. Всем надо. И в огороде надо, и растениям, и нам самим надо очень. Селяне думали, что если башню починить, вода зажурчит по трубам. Трубы, оказалось, тоже сгнили. На выручку пришли соседи. Теуши большие поделились теушами новыми, ценным ресурсом, которого на всех не хватает. Староста деревни Андрей Павлов засучил рукава и принялся за ремонт водопровода. Буквально по копейкам собрал нужную сумму. 55 домов наскребли 70 тысяч рублей. Скидывались неохотно. Хоть и пить хотелось. Первое время на меня начали там, вот, зачем тебе это надо, зачем ты вот это делаешь. Вот сейчас народ начал выходить, уже понимать и помогать, которой деньги не дали. Они уже начали приносить мне деньги, давать. Это делаю я не для себя. Я говорю, для народа, для вас. Я говорю, деревни это как общая семья, правильно, да? Надо вместе жить всегда, друг другу помогать. Как ни старались жители, денег катастрофически не хватало. Подключилась администрация сельского поселения. Сейчас над общим делом работают все деревни, как большой и дружной семьей. От мала до велика. Без воды, как известно. Ремонт делают сами. Даже подрядчиков нанимать не пришлось. Общими усилиями 160 метров трубы починили. Осталось еще совсем немного. Настроение бодрое, рабочее. Все хотят, чтобы у всех дома была вода. Поэтому дружно все вышли на работу. Труба есть, а дело все равно труба. Теперь надо менять старую водонапорную башню. Вся надежда на региональную программу капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных башен. Следующий этап у нас будет, мы будем скважину уже обновлять, трубы скважины, насос поменяем, электрификацию, подход к скважине тоже поменяем. И хотим мы полностью саму водобашню тоже поменять. Документы собраны, осталось дождаться решения. Если новые те уши включат в программу, заживут по-новому. То есть по-доброму старому. Нелли Юрявичус, Николай Скворцов, Республика. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов открылась новая производственная площадка по выпуску специализированной техники. Широкий модельный ряд вилочных погрузчиков и машин-универсал, которые пригодятся и коммунальщикам, и аграриям. Возможности новинок оценили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов. Промышленность уже давно использует вилочные погрузчики. Так можно отказаться от тяжелого физического труда человека и значительно оптимизировать производственные затраты. Вилочный погрузчик в некоторых технологических и производственных цепочках просто незаменим. Особенно, где требуется перемещение на небольшое расстояние довольно крупных и тяжелых предметов. На российском рынке фактически нет производителей полной линейки велочных погрузчиков, электрических, газовых и дизельных. Соответственно, мы будем являться единственным производителем, который освоил и организовал производство такой широкой линейки. Погрузчики от ЧЗСА удобные, компактные, качественные и надежные. В целом не уступают по всем характеристикам, по ходовым качествам и вообще в работе. То есть любому водителю КамАЦу ты можешь объяснить, почему нужно пересесть на волжский погрузчик. Да. Открытие новой производственной линии направлено на реализацию программы по импортозамещению, созданию новых рабочих мест. Впереди пора новых возможностей и технологий. Это гордость республики, это уникальная продукция, которая точно должна пользоваться спросом. Это доступ к контрактам, доступ к рынкам. Соответственно, возможности этого предприятия, которое есть на сегодняшний день у нас в республике, они дают большой потенциал не только для кооперации внутри региона, но в том числе на российском уровне. Со своей стороны окажем все возможные меры поддержки, как с точки зрения использования федеральных мер поддержки, так и с точки зрения подвижения на региональном уровне. Это показывает, что люди думают во временном периоде на 5-10 лет. А тот, кто играет в долгую, тот всегда выигрывает. Екатерина Шиверова, Бахтиар Велиев, Республика. Успешная семья при Волжье названа. Два дня на сцене театра оперы и балета многодетные пары округа рассказывали о своих семьях, о том, как растить 10 и более детей, быть оптимистами и радоваться каждому дню вместе. О победителях и участниках, тех, кто смог побороть стеснение, выйти на сцену и с гордостью заявить о себе в специальном репортаже Татьяны Молковой. Татьяны Молковой. Сказка, то ли были, скорее были на лучших традициях. Знакомьтесь, глава семейства Алексей. За что не возьмется, все ладится, все удается. Хлеб испечется, потерянное найдется. Показать на сцене визитку, самодеятельные номера, рассказать о своем регионе – нехитрые испытания. Но именно так можно понять, что кроется на самом деле за этим беспечным весельем. Только по-настоящему сплоченная семья под руководством талантливых, а главное, любящих и заботливых. Мама и папа способны на такое. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать в большие города. У конкурсантов разный семейный стаж. Кто-то в браке шесть лет, кто-то более двадцати. У кого-то четверо детей, у кого-то двадцать два. Но везде любовь и умение не просто слушать, а слышать. Семейный совет для них не просто формальность. Настоящий законодательный орган, шутит Алексей Шутливых из Нижегородской области. Даже конкурсную программу составляли на пленарных заседаниях за круглым столом под чай с тортом. Мы часто участвуем в художественной самодеятельности. Мы из небольшого населенного пункта, но в художественной самодеятельности мы часто участвуем. И я считаю, что мы очень музыкальны, и вот это наше достижение и есть. У меня матроска, шашка у меня. Мне купила мама быстрого коня. Ты скачи, коняшка, шашка на голову. Ты не бойся, мама, никого. Многодетные семьи, они создают особую атмосферу, и у них особая устремленность и особая аура. Очевидные родители, которые формируют такие многодетные семьи, и из приемных детей в том числе, они особенные люди с особым таким драйвом. Секрет успеха в жизни и в конкурсе у каждой семьи свой. На первый взгляд, простой и понятный. Такое ощущение, что дети меня воспитывают. Я мало кого воспитываю, воспитывают все меня. Любовь между двумя людьми. Это мама и папа, которые уже решаясь на то, что семья должна быть большой, отдают вполне себе отчет, что у них не будет времени никогда, ни на что, кроме воспитания детей. Люди с открытой душой и большим сердцем. Они успевают и делом любимым заняться, и детей воспитывать. Появились новые друзья. Мне кажется, эти конкурсы должны способствовать к тому, чтобы общались дети между собой. Не важно, какие регионы. Я всегда им говорю, не важно, победим мы, не победим. Мы вот приехали, но мы не поющая семья, если так скажем. Мы вот просто дружная семья. Но однако мы взяли номинацию «Добрые сердца». Самое главное, что эти ребята в больших семьях, которые растут, например, и мамы, и папы, там рядом и бабушки, и дедушки, точно умеют дружить. Точно в любое время, мне кажется, придут на помощь друг другу, делиться вкусным кусочком за столом со своим младшим братиком, младшей сестренкой. А это и то, на чем стоит наш характер, российская душа. Не оставить детей в беде, приютить, растить приемных, как своих. Это тоже в их характере. А еще сохранение семейных традиций и искреннее желание все делать вместе. Есть маленькая дача, на которой мы трудимся все вместе. И полив, сажаем все, что можно вырастить. Ягоды, овощи, фрукты, картофель. Все. А потом все вместе его убираем. Конкурс «Успешная семья при Волжье» проходит с 2013 года по инициативе полноочного представителя президента в округе Игоря Комарова. Раньше финал конкурса проходил в разных регионах ПФО. Теперь у него есть постоянная прописка. И это не случайно. В Чувашии к семейным традициям особое отношение. Так, 8 июля глава Чувашии подписал указ о повышении социального благополучия многодетных семей. Это был непростой выбор, потому что регионы действительно чтут семейные традиции. И каждый готов был бы принять этот конкурс у себя. Вместе с тем, в Чувашии эти семейные традиции давно почитаемы. И все те мероприятия, которые проходят в День люби, семья и верности, мы, естественно, отсматривали. И так получилось, что в Чувашии это останется. Конкурс завершился. Успешная семья при Волжье определена. Через год приедут другие семьи, но тоже успешные и будут рассказывать о своих достижениях и традициях. Чебоксары нас покорили. Мы планируем на следующий год приехать еще раз. Так что ждите нас в гости. Моя жизнь также состоит из основных ценностей. Моим родителям тоже. Они вместе в браке более 50 лет. И, наверное, ценить семью ценности, уважение друг к другу, поддержки, терпению научили в первую очередь родители. Это и есть тот пример. А вот убедиться в том, что мы на правильном пути, и подобные мероприятия должны быть у нас в Чувашии ежегодно, чтобы на примере таких семей мы показывали и для всех, как важна семья, как важно быть вместе, как важно уметь поддерживать друг друга. Вот опыт, который мы сегодня все приобрели, конечно, он значимый. Пройденный опыт, успехи в будущем. Только счастливые и успешные люди смогут стать сильными и сделать сильной свою родную страну. Татьяна Молокова, Екатерина Шеверова, Республика. Никаких билетов, членов жюри и ограничений по допуску. Кругосветный фестиваль уличного кино продолжает шествие по России. Минувший ночью сеанс в сквере у памятника Чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. В программе короткометражные фильмы молодых российских режиссеров. Девять лучших картин молодых российских режиссеров за прошедший год. Программа фестивальная. Ленты не для большого экрана, а для огромного. Под куплом неба. В ролях Чулпан Хаматова, Владимир Авдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. На кинофестиваль приходят всей семьей. Программа для всех возрастов. Почти все ноль плюс. Ты вспомнил, что без княжества остался. Ты без ужина тоже. Но Феврония его успокоила. Не волнуйся, говорит. Бог лучше знает, кому дать чего, а у кого отобрать. Ложись-ка спать. А утром, о чем грустил, к тебе вернется. Так и случилось. Мне нравится смотреть мультик с мамой и папой. А вам как, расскажите, пожалуйста. Вот вы сидите на свежем воздухе на улице, смотрите фильмы, мультфильмы, расскажите свои впечатления, эмоции. Очень хорошая идея. Прекрасная погода, прекрасный мультфильм. Очень понравилась мне эта идея. И хотелось бы, чтобы хотя бы раз в неделю собирали родителей с детьми посмотреть русские сказки, какие-то познавательные фильмы. В душах детей отзовется только добро. Чего сейчас как раз и не хватает. Фестиваль уличного кино продлится до 15 сентября. Кинопоказы будут организованы. И в других городах республики. В конце выпуска погоди на предстоящие выходные. В субботу и воскресенье в регионе будет солнечно и очень жарко. Воздух раскалится до 34 градусов и выше. Погодная аномалия продержится как минимум неделю. Происходящее в атмосфере сноптики уже сравнивают с 2010 годом. Тогда практически всю центральную Россию заволокло ядким дымом и лесных пожаров. Поэтому в Чувашии сохраняется особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры. Причем не только в лесу, но и на дачных участках. За нарушение предусмотрены внушительные штрафы. На этом я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Хороших выходных. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин